Впервые Олимпиада сельских спортсменов состоялась в селе Ключи в 1977 году. Идея соревнований так понравилась организаторам и участникам, что было решено проводить их на постоянной основе. С тех пор районы края ежегодно борются за право проведения. К примеру, Завьялова принимает у себя Олимпиаду во второй раз. К ней здесь серьезно обновили стадион. На его территории почти заново были построены спортивные площадки. Баскетбольные, волейбольные, сектор для игры в городки и другие. Уже второй день здесь кипят нешуточные страсти. Спортсменам, тренерам и болельщикам подчас бывает непросто сдержать эмоции. Олимпиада будет проходить в райцентре 4 дня и завершится 12 августа. За это время сельские спортсмены разыграют награды в женских и мужских соревнованиях по волейболу, баскетболу, пляжному волейболу, состязаниях спортивных семей, футболу, настольному теннису, городошному спорту, палеотлону, легкой атлетике, гиревому спорту и самбо. В общей сложности в Олимпиаде примут участие около 1400 человек из 52 районов края. В это число входят спортсмены, тренеры и представители команд. Сегодня первые комплекты наград разыграли легкоатлеты. Победителем забега на 100 метров у женщин стала Олеся Киселева из Поспелихинского района. Победу у мужчин на этой дистанции праздновал Андрей Срыбных из Шипунова. Кстати, этот атлет занимается у известного тренера Сергея Клевцова. Показал, так скажем, свой результат, который у меня был по сезону, 10-7. Учитывая такой, ну, довольно-таки приличный встречный ветер, результат достойный, считаю. Последние награды 40-й летней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края будут разыграны 12 августа. В этот день на Завьяловском стадионе «Юность» финалы сыграют футболисты, волейболисты и баскетболисты. Тогда же подведут итоги Олимпиады. На данный момент по сумме набранных в соревнованиях очков лидирует Благовещенский район. На втором месте расположился Поспелихинский, на третьем – Смоленский. Алексей Янкин, Анастасия Бертенева. Наши новости. Алексей Янкин Корректор А.Егорова